Длинные майки из баскетбола, леггинсы из гимнастики, объемные футболки из бодибилдинга. Кто бы мог подумать, что в спорте будет существовать мода, а моду – формировать спорт. Едва появившись в начале 19 века, спортивный стиль стал быстро меняться, и параллельно ему, словно на грани фола, начало развиваться новое направление. Вещи спортзала перекочевали на улицы, а оттуда – на вечеринки и подиумы. Но это уже не был спорт в чистом виде. Это был Спортшик. Самое главное в Спортшике – поменьше спорта. Несмотря на то, что мода на красивые тела и здоровый образ жизни дала толчок к развитию спортивного стиля в одежде, она же утвердила и определенные правила – смешивай все, но с умом. Спортшик – это сочетание нескольких стилевых направлений, но в основе всегда лежит спортивный. А дополнять мы можем самыми разными вариантами. Это может быть нежная романтика, это может быть нестрогая классика, это может быть яркий гламур. Виктория Клочкова – имидж-стилист, шоппер. Известна как ведущая программы «Трендсеттеры» на телеканале «Продвижение» в Омске. Автор мастер-классов по красоте. Стилист итальянского модного дома вечерней свадебной моды. Имидж-консультант австрийской марки обуви. В профессии 22 года. Как ни странно, спортшику достаточно много лет. Он зарождался аж в 80-х годах прошлого века. Может быть, вы помните Джейн Фонду? Именно она сделала так, что появилась мода на спорт, на красивую потянутую фигуру. В то время, когда весь мир переживал бум аэробики, гетры, леггинсы и трико стали частью повседневного гардероба. В спортивном костюме уже запросто можно прогуляться или сходить в кино или кафе. Тем более, что пример подавали поп-звезды. В клипах ранней Мадонны мы можем наблюдать, когда она выступает, совершенно прекрасные образы, в юбке-пачке, цветных леггинсах, лодочках на высоком каблуке и огромном количестве яркой цветной бижутерии. Сочетание разных стилей, многослойность, нарочитая небрежность и все это с налетом элегантности и гламура. Такой микс сразу же пришелся по душе и женщинам, и мужчинам. Хотя первые попытки соединить несоединимое предпринимались задолго до этого. Известная теннисистка Сюзан Ленглен в 20-х годах на Уимблдонском турнире произвела фурор. Причем не только своей игрой, но и новым платьем от кутюрье Жанна Пату. Без рукавов, с юбкой-плиссе, чуть ниже колена. Позже спортсменка надевала его с элегантным пальто. В 1933 году экс-теннисист Рене Лакост запустил линейку рубашек пола для игроков в теннис и гольф, которые почти сразу же перешли в разряд повседневной одежды. Сегодня получился стиль два в одном. Одновременно строгий и расслабленный, простой и сложный, классический и спортивный. Причем в самом направлении от понятия спортшик скорее больше шика, чем спорта. Над этим стилевым направлением когда-то смеялись наши бабушки, говоря, надените спортивные штаны с каблуками. А сейчас ни у кого не возникает никаких вопросов. Это очень актуальная тенденция, которая покорила сердца. Ульяна Исаенко. Стилист, выпускница модного московского проекта «Скул Гош». Основатель собственного бренда одежды и концепт-магазина. Читает лекции о стиле, занимается организацией мероприятий, связанных с модой и дефиле. В прошлом модель. Вот как, например, в этом комплекте, где абсолютно спортивная история. Брюки с карманами, с кулисками. Вот такой вот кроп-топ из плащевки с какой-то абсолютно такой спортивной надписью. И мы миксуем это все дело с каблуком леопардового принта, очень нарядного. И сережками. Или как, например, в этом комплекте, где мы берем абсолютно спортивную по своей эстетике вещь, как худи, огромный, возможно, даже мужской. И дружим его с платьем из шифона, достаточно нарядного и очень активного принта, который сейчас очень остромоден. И сочетаем это все с кроссовками и также поддерживаем хищный принт в ремне. И этот комплект тоже получается достаточно ярким, необычным и при этом абсолютно повседневная такая история, которую можно адаптировать в свой дневной гардероб. И когда мы снимем худи, например, наденем каблук, это может быть абсолютно какой-то ресторанный вариант для вечера. На самом деле, для того, чтобы ваш образ получился в стиле спортшик, достаточно добавить всего лишь одну спортивную деталь в, например, неспортивный образ. Вот, как, например, здесь с трикотажем, с беретом, которые совершенно не спортивные. Мы надеваем брюки, которые дополняем спортивным ремнем, поддерживаем обувь из неопрена. И получается вот такой вот очень интересный, сложный и эффектный образ. Как сделать гремучую смесь в стиле шик, здесь знают наверняка. Процесс этот небыстрый, особенно если коктейль готовится по индивидуальному заказу. Учесть нужно характер человека, образ жизни, его вкусы. И соединить все это, словно из множества лоскутов создать единое полотно. Собственно, с этого увлечения все и началось. Пэтчворк положил начало семейному делу. Дизайнерские коллекции основательницы Татьяны Савельевой, украшенные стежкой, вышивкой, бисером, побывали во многих городах России и покорили Францию. Если раньше направление было дизайнерское, то сейчас мы перешли на направление кэжуал стиль. И также мы очень любим спорт кэжуал. Анна Терехина – совладелец студии дизайнерской одежды. Вместе с сестрой Анастасией Лаук продолжает швейные традиции семьи. Собственный бренд одежды существует 16 лет. Ежегодно отшивается 500-600 изделий, которые отправляются как по городам России, так и за рубеж – Швейцарию, Данию, Италию, Америку. Спортивный стиль долгое время не менялся. Его немного встряхнуло появление трикотажа. А затем наступила эра джинсы. Казалось, он был прочно заперт в спортзалах, на стадионах и кортах. Пока не нашлась лазейка. Кому-то пришло в голову соединить удобную спортивную одежду с не менее удобными джинсами. Так появился спорткэжул. Еще одно направление спортшика. Базовая одежда в спортшике – это брюки. Брюки трикотажные, джинсы бойфренды, брюки бананы, юбки, юбки-карандаши, трикотажные, струящие, летящие ткани тоже допускаются. Футболки белые, футболки с принтами. Спортшик, на удивление, благосклонен ко всякого рода декору. Цифры и спортивные атрибуты – далеко не единственные допустимые варианты. Фигуры, сердца, цветы. Причем они могут быть выполнены в самых разных техниках. Линейная вышивка. Сейчас достаточно модное направление. Можно добавить к вышивке аппликации. Здесь, кстати, такой вариант есть. Можно вышивку добавлять к рисунку. Это вот сейчас тоже новая у нас идет разработка. То есть художница нарисовала рисунок. И мы дополнительно объем добавляем линиями, скажем так. Декор для красоты. Аксессуары для удобства. Кепки, солнцезащитные козырьки, тканевые ремни, рюкзаки, поясные сумочки, гольфы и носочки в сочетании с босоножками. Так устроен спортшик. Его ни с чем не спутаешь, если знаешь отличительные черты. Джинсы без потертостей и дырок. Кроссовки городского типа на прямой ровной подошве. Свитера, свитшоты и водолазки под жакетом. Обязательная укладка, макияж и украшения. Естественно, не часы для бега или шагомер, а кольца, серьги, браслеты. Узнающих эти тонкости никогда не вызовет вопросы строгое пальто, надетое поверх спортивного костюма, плессировка с кедами или нарядное коктейльное платье с кроссовками. Сейчас очень актуальная эклектика, поэтому стиль спортшик очень актуален сейчас. В таком образе можно пойти в кино, сходить, встретиться с подругами или куда-то в бар. А несмотря на то, что здесь есть жемчуг и вот такая вот достаточно классическая нарядная блуза, в миксе с джинсами и кроссовками, спортивными ремнями, аксессуарами, это все смотрится очень гармонично. Спортшик можно выдержать в деталях и текстурах. Как, например, здесь серебряные спортивные кроссовки мы подержали вот такой вот красивой нарядной серебряной серьгой, добавили к неспортивной юбке спортивный элемент в виде ремня и топ, который по своему настроению совершенно неспортивный, но он сделан из плащевки и это добавляет ему эстетики и весь образ в целом смотрится очень гармонично. В любой ваш классический либо какой-то нарядный комплект можно добавить всего одну спортивную вещь, и образ сразу будет в стиле спортшик, как, например, здесь классический костюм мы дополнили вот такой вот спортивной сумкой и сразу получился такой необычный, очень интересный образ и детали, если будут на вас какого-то неонового яркого цвета, это будет очень модно и в настроении весны и лета. За небольшой временной промежуток, всего 40 лет, спортшик пережил несколько витков развития. Сначала в 80-х, когда все без исключения увлекались аэробикой. Затем всплеск в нулевых, когда появилась яркая цветовая гамма, растянутые трико, яркие повязки и обилие золотых украшений. И третья волна популярности настигла спортшик пару лет назад. Произошло это не без участия модных домов и известных дизайнеров. В 2018 году Баленсиаго вывел на подиум модели в классических пальто и огромных кроссовках, которые даже назвали «агли-стайл». Завершали образ сумки челноков или «Икеа». В рамках парижской недели моды Карл Лагерфельд представил весенне-летнюю коллекцию, на которой продемонстрировал обновленные жакеты Шанель. Классику мадам Коко дополняли велосипедки и шлепанцы. Спортшик в России получил не просто серьезную поддержку дизайнеров, но и новую неожиданную интерпретацию. Гоп-стайл – это скорее разновидность спортшика, когда у нас основная направленность идет на расслабленные ткани, на вещи оверсайз. Это на кроссовки, это капюшоны, очки и как бы действительно интеллектуальный гопник такой получается. Современный модный спортшик, кажется, не имеет ограничений правил. Можно бесконечно играть текстурами и формами. Но стилисты настоятельно рекомендуют не заигрываться. Смотрите на контекст. Если вы идете на вечеринку, вы добавляете море интересных украшений, вы встаете на каблуки. Если же для вас это повседневный стрит-стайл, кэжуал, то тогда у нас спортшик будет уходить в стилистику города. И тогда мы с вами наденем красивую толстовку с капюшоном, сверху накинем либо тренч, либо накинем прямое пальто. Мешать все совсем, но не мешкать. Спортшик быстро меняется. Сегодня он делает поворот в сторону спорткэжула. Вместо шпилек – более широкий каблук. Вместо клатча – рюкзак. Но судя по тому, что мода на спорт и здоровый образ жизни не проходит, это направление тоже останется актуальным. Нужно только решить, на чем сделать акцент, чего добавить – спорта или шика. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok